Дорогие друзья, я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня я продолжаю обзор покупок, совершенных в магазине подружка. Да, я опять туда зашла и зашла совершенно буквально за одним средством. Ну и естественно вышла не с одним, потому что опять акции, потому что опять привлекательные цены. И опять мне все очень нужно сразу, все очень нравится. Ну то есть ничего с собой поделать не могу. Поэтому захватываю всегда с собой чеки, чтобы все вам рассказать и показать подробно, что мне понравилось в этот раз. Периодически акции меняются, не все акции действуют от начала месяца в той книжечке, которую я вам показывала в своем первом ролике. Если кто-то не видел, посмотрите, ссылочка вот здесь будет. И сейчас акция такая, замечательные шампуни, которые мы уже пробовали, орган ойл с органовым маслом. Самым вы знаете, органовое масло очень полезно для волос, закрывает чешуйки, делает волосы более послушными. И такими я бы сказала, если у вас, например, вьющиеся волосы, то будут кудряшечки более такие разделенные. То есть действительно, реально вытягивает и приводит волосы в порядок, чешуйки закрываются. Это масло органа, здесь содержится компания, называется Вольтаж, вот так выглядят бутылочки. Что удобно, я очень люблю шампуни с дозатором, и вообще вся наша семья очень любит то, что у нас душевая кабина, и как вы понимаете, шампунь должен стоять стационарно, удобно, чтобы его не нужно было вытаскивать. И просто набираешь в руку, и все, вуаля, то есть все чистенько, никакие бутылки никуда не летят, не падают во время открытия. Ну, то есть я вообще не люблю открывать какие-либо бутылки, как туда-сюда, мокрыми руками, ну, в общем, это не очень удобно. Я приобрела вот такие вот два средства, то есть шампунь и кондиционер, и второй такой же шампунь мне подарили. Друзья, здесь аж 800 мл, если еще эта акция не закончилась, очень советую вам туда заглянуть. Органовое масло замечательный продукт, и я не забываю всегда использовать его на кончике волос, ну, как, конечно, когда мои волосы были длинными. Сейчас дочка этим занимается, и на кончике волос наносит органовое масло, и тогда они идеально ровные, прямые и хорошо расчесываются. У нее очень длинные волосы, просто, ну, вот, ну, ниже бедер точно. Замечательно, мне это понравилось. Да, производитель здесь Китай, но это самое лучшее, что может быть в Китае. Это такой уже уровень не масс-маркет, это повысший уровень, и это просто лидеры продаж. Удобная упаковка, нейтральный аромат, хорошо пенится, нам очень нравится. Если кто еще не пробовал, попробуйте. Так, следующее средство, которое я приобрела, потому что очень-очень и очень люблю их, это средство от Hada Lab. Показывала вам уже это средство. Вот в таком флакончике располагается гель. Это гель охлаждающий, 200 мл. Это много. Здесь есть ментол, здесь есть гиалуроновая кислота, и здесь очень мелкие молекулы гиалуроновой кислоты, которые пойдут еще лучше в вашу кожу, если вы нанесете еще более что-то жидкое, либо ваш тоник, либо вот такой лосьон, тоже с гиалуроновой кислотой, тоже от Hada Lab. Продолженность этих средств, гель-жилет для лица от Hada Lab 573 рубля 63 копейки, это с моей скидкой. Вот этот гель, он очень удобен в применении во время лета, в отпуске. Он чудесно охлаждает, очень приятно, быстро впитывается. В течение 10 минут где-то вы уже будете ощущать только прохладу и только приятное ощущение увлажнения. То есть не будет какой-то пленки, он не будет, кстати, мешать макияжу, он не растворяет макияж, если вы понимаете, о чем я говорю. Знаете, некоторые кремы настолько они жирные, настолько они как бы выталкиваются кожей во время жары или каких-то активных таких движений, когда кожа выделяет жир вместе с потом и начинает растворяться косметика. То есть ваше тональное средство может просто поплыть. Именно поэтому особенно вот здесь быстро слезает, если кто-то знает, о чем я говорю. Вот здесь слезает, вот здесь все-таки пятнами идет. Это еще очень некрасиво, особенно если вы находитесь на каком-то мероприятии или просто хотите идеально выглядеть весь день. Совсем не хочется носить с собой какие-то дополнительные тональные средства и просто нанести тон на лицо и забыть о нем на целый день. Но такое редко бывает. Так вот с этими средствами вы забудете о том, что такой слезающий тон, если, конечно, вы правильно подберете уход. Подходят они как для жирной, так и для смешанной, и для сухой кожи, потому что гиалуроновая кислота подходит для любой кожи. Итак, я очень довольна. К тому же мне еще подарили вот такой же вот маленький вариант, да? Пусть он маленький, пусть он небольшой совсем, но он есть. 20 мл его удобно носить с собой. Что я делаю? Я беру вот его с собой, да, вот видите, я уже его попробовала. И я использовала его на работе, когда я увидела вот такие вот заломчики у себя, потому что такой стойкий крем нанесла, тональный на лицо. И что я сделала? Я взяла вот так вот буквально капельку этого средства. Вот оно, сейчас покажу вам, выдавлю побольше капельку. Оно не течет, смотрите, потому что это гиалуроновая кислота. Она притягивает молекулы воды, превращает их в гель, и оно прямо вот такое густое. И я нанесла прямо вот так, прямо на косметику, да, то есть оно не смывает, не растворяет косметику. И оно прекрасно впитывается. Вот эти лосьончики от Хадалаба великолепно впитываются прямо вот так сквозь косметику. То есть для меня, для моей сухой кожи, и особенно местами, да, оно такое смешанное на самом деле кожа, то есть это бывает жирноватая зона, и где-то вот где мимические морщинки образуются, часто у меня будет очень сухая кожа. И вот здесь я тоже вот так вот в течение дня наносила, и у меня не было никаких проблем, и все такое было наполненное, как бы морщинки так выдавливались, и была очень, вот весь день была очень такая увлажненная кожа. Я вообще горе не знала, не пользовалась никакими другими увлажняющими средствами, просто вот так теперь ношу его с собой в сумочке, место не занимает, в крайнем случае можно еще сюда перелить из-за любого другого флакончика. И ношу с собой вещь замечательная. Думаю, что стоит вам попробовать. Я использую масла в своем домашнем уходе, и делаю из них особенные вещи, какие, посмотрите, ссылку оставляю здесь. Для масок для своих взяла органовое масло. Это органа, называется оно и железное дерево, чтобы просто вы знали, да? Органа, это натуральное масло, содержит омега-9, упругость и тонус. Ну, в общем, то, что нам нужно. Масла здесь довольно много, здесь 30 мл. Это базовое масло, то, которое не нужно разбавлять, то есть это не эфирные масла, они не опасные, их можно использовать. И мне эта идея очень понравилась. И сейчас назову вам стоимость всех средств. Значит, шампуни для волос и кондиционеры, Харизма Вольтаж, Харизма Кинзуко, еще называется, 495 рублей. Значит, я взяла два шампуня, кондиционер мне подарили, ну, или кондиционер и шампунь, и шампунь вам дарят. То есть третий продукт по такой же стоимости, либо чуть меньше вам дарят. И Ахада Лаба. У меня скидка 15%, получилось 573 рубля, 63 копейки. И такие средства уровня не масс-маркет, да, японские, это Япония Хадалаба, я видела по 2500 рублей, друзья. Это очень и очень хорошее средство, и это очень низкая цена. Его много, как вы видите, то есть это большие довольно объемы, здесь 200 миллилитров. И, ну, вы не сможете тут ничего прочесть. Хадалаба переводы делает только вот на, вот здесь, вот на обратной стороне, поскольку они экспортируют его, да. И теперь по поводу лосьона для лица от Хадалаба, он стоит 539,65. То есть в нем, я скажу вам, сколько, 180 миллилитров. То есть он еще более жидкий. Это вот тот самый лосьон, о котором я вам говорила, который я беру с собой. Замечательно, замечательно. Я считаю, это очень выгодная покупка. Я обрела два средства. Одно от Натура Сиберика. А вот такое средство, это лифтинг-сыворотка для века, анти-эйдж. И это органический экстракт. Натуральный продукт, золотая медаль, ребята. Это не зря. Здесь кладония. Это вечно зеленое растение, как ель у нас, да. У них это самое устойчивое такое растение. Очень сильно тонизирующее средство. Ну, именно поэтому это подтяжка такая для век. Не думаю, что оно буквально работает как подтяжка, но вещества, которые здесь собраны, а это еще дополнительно и миндаль, и еще органический экстракт календулы. Все очень успокаивает хорошо кожу вокруг глаз и как бы ее немножечко охлаждает. То есть это то, что нужно сейчас в летний период. И что меня очень привлекает в этой серии натуры Сибирика, то, что у них правильная упаковка с помпой. То есть я абсолютно уверена, что этим средством никто не пользовался, никто туда ничего не налил, да, вместо этого крема. И то, что оно абсолютно герметично и стерильно. То есть это фактически аптечная упаковка, и это привлекает. Сыворотка для век Натура Сибирика стоит 269 рублей. Ребята, ну он в других местах стоит гораздо дороже. Я видела его, по-моему, в Литуаль. И он там стоил дороже. 30 миллилитров. Для век это очень большой объем. То есть вы его, я не знаю, за сколько времени вы его не используете так быстро. И что удобно, его можно удобно очень носить с собой в косметичке, в сумочке. Он не тяжелый, да, небольшой, но тем не менее его хватит надолго. При случае, если нет какого-то крема, его можно нанести и на лицо. Это натуральные экстракты. Это всегда полезно. И еще одно средство я приобрела. Сейчас объясню вам, почему я это средство приобрела. Это крем для лица. Планета Органика. Органика, да, он стоит всего лишь, ребята, 79 рублей. В подружке была скидка. Я не могла просто его не купить. У него очень хорошие составляющие. Это органические водоросли Норвежского моря. То есть альгинаты, друзья. То есть водоросли это та самая альгинатная маска, о которой сейчас, ну, как бы очень много говорят. Я думаю, вы слышали. Кстати, я покажу вам как-нибудь, как нужно ее делать дома. Не пугайтесь. То есть это можно сделать. Это несложно. Покажу вам все. И это вещества, которые разглаживают, выталкивают ваши морщины, очень хорошо питают. И вот этот вот природный коллаген, вы действительно потом чувствуете результат. Поэтому сегодня я предлагаю вам не откладывать и протестировать на мне это средство, как в качестве маски. То есть я не буду использовать его просто как крем. Кремы у меня есть базовые. Вот такие средства с высоким содержанием активных натуральных веществ я использую в большом количестве, как маску. Прямо наношу ее на область декольте, на лицо. И, естественно, исключаю область вокруг глаз. Вокруг глаз я буду наносить другую масочку. Я покажу вам, какую. Итак, я считаю, что мои покупки были очень выгодные. Общая стоимость экономии по чеку, ребята, у меня, то есть я приобретала еще кое-что в районе 1000 рублей. То есть это очень многое. Я считаю, что вы тоже найдете что-то для себя. Магазины есть везде, по всей Москве. На сайте даже есть цены. И все обязательно акции указаны. Я так именно ориентируюсь. Сейчас опробуем это средство. Я сниму косметику и вернусь к вам уже в масочке. Мы потом посмотрим результат. Ну и вечером, видимо, камера так же безумно устала, как и я. И поэтому отказывалась сотрудничать. Поэтому тестируем все средства на следующий день утром. То есть сегодня. Для меня это сегодня. И первое, с чего начну, это, естественно, я очистила лицо. О способах очищения и тонизирования лица я делала ролик целый. И вы можете посмотреть его. Ссылочка будет наверху. Что я сейчас буду использовать? Ну, во-первых, лосьон от Хаделаба. С гиалуроновой кислотой. Прежде чем нанести в виде масочки вот этот крем для лица. Это Органика. Мне нравится их косметика. Я вам уже говорила. С активатором молодости. На основе водорослей Норвежского моря. Наносим. Он новенький. Откроем. Солнышко немножко в глаза. Поэтому, простите, я буду чуть-чуть так жмуриться, как лиса. Так, я наношу, наверное, вы уже знаете, если кто-то видел в моем видео, вот таким азиатским способом эти средства. Собственно, Хаделаба это японская косметика, которую так и нужно наносить. И под глазки тоже. Отеков у меня нет под глазами. Поэтому я могу наносить гиалуроновую кислоту вот так легко. У тебя, у кого отеки, под глазки, пожалуйста, не наносите гиалуроновую кислоту, потому что она еще сильнее натягивает жидкость. Так, и на зону декольте тоже. Средства не жалеем. На себя любимых не жалейте, пожалуйста, средства. Потому что, когда появятся у вас морщины уже такие, которые вы не сможете удалить простыми косметическими средствами, вам придется потратить много времени. Но если, конечно, вы хотите, и для вас важно, как вы выглядите, может быть, это важно для вашей профессии, то вам придется потратить много времени. Поэтому сейчас, когда есть такая возможность предотвратить появление первой признаки морщин, каким-то образом отдалить, делайте, пожалуйста, все правильно. Далее я сделаю легкий лимфодренажный массаж. Об этом я снимала целый ролик. Тоже посмотрите, пожалуйста, оставляю для вас ссылочки. Прекрасно. Средство практически моментально впитывается. Хадалабом просто мои любимые средства с гиалуроновой кислотой. Те, которые я могу сделать сама. Я могу сделать сама спрей. Поэтому информацию также посмотрите в моих видео. Я делаю сама. Те, которые я не могу сделать, вот такого качества, да, я обязательно покупаю именно в Хадалаб. Мы будем наносить вот этот крем в виде маски. Мне понадобится вот такая вот мисочка. Ну, мне просто так удобно. Тем, кто привык наносить пальчиками маски или кремы, те могут воспользоваться привычным способом, чтобы нанести пустым слоем. Возьму вот столько крема. Возьму кисточку для нанесения масок. Мне удобнее наносить почему-то кисточкой. И вот здесь действительно, знаете, вот есть такие вот альгинатные вкрапления. Я не знаю, видите вы или нет. Прям такие вот зелененькие шарики. Это действительно вот так выглядят альгинаты. Так, и... Так, у меня тут зеркальце. Буду смотреться, чтобы не намазать на волосы. Еще пока никакой прически не делала. Просто закрепила чуть-чуть волосы средством с натуральными крахмалами. Который несмываемый такой уход. Показывала вам его в своем утреннем уходе. Пусто не жалея нанесу, как будто бы это масочка. Если мне понадобится еще, я сейчас еще выдавлю. Средство, как вы видите, недорогое. Этот лосьон Хадалаба, он будет затягивать эту маску, этот крем глубоко в поры. Гораздо глубже, чем она могла бы войти на сухую кожу. Глазки не трогаю, да, обхожу глазки. Поскольку не указал производитель, что можно на глаза. Поэтому не буду на глаза использовать другое средство. Кстати, вы знаете, вот этот способ нанесения крема, по принципу, сколько возьмет кожа, столько возьмет, остальное с отрем, был очень популярен среди таких дам светских в 19-20 веках. Почему знаю? Потому что много довольно озвучило таких вот фильмов, знаете, зарубежных и Прибалтики. И действительно, если вы смотрели старые фильмы, очень многие дамы сделали вот такой именно способ. И потом просто снимается излишки салфеточкой или там полотенчиком. Ну, то есть, все, что возьмет кожа, все, что ей будет достаточно за 15-20, ну, или 30 минут, сколько вы сможете продержать, мне нужно будет готовить программу для моих учеников. Я преподаю актерское мастерство и технику речи. И, собственно, вот пока я буду готовить эту индивидуальную программу для очередного ученика, я буду в этой масочке находиться. То есть, я не уделяю прям безумного количества времени ухода за собой, но то, что я могу сделать по ходу своей работы, выполняя какие-то... На губки тоже нанесем. Выполняя какие-то работы по дому, ну, неизбежные, да, уборка, готовка или еще что-то, я обязательно использую это время для того, чтобы поухаживать за собой. Потому что, ну, если не я, кто ж еще, кто ж еще за мной поухаживает? Нет, ну, конечно, муж дарит цветы, подарки и так далее, но за моей кожей могу ухаживать только я, если я не уделю ей время, она расстроится, стараюсь ухаживать, хорошо очищать, тонизировать, увлажнять и вот питать то, что мы сейчас и делаем. То есть, вот это было увлажнение, хадалаба, да, и вот это питание уже. Ну, я нанесу подглазки, подглазки я нанесу то самое средство, которое я вам вот сейчас показывала в предыдущей части ролика, это натурасиберика, два лифтинг-сыворотка для век. Давайте попробуем, я еще не пробовала, она новенькая, вот она такая задумчивая, что-то как-то... О, пошло, прекрасно! Немножко таким шампунчиком пахнет чуть-чуть. Сейчас я буду заниматься своими делами, буду пить водичку с лимончиком, вот так. Вот такие у меня тоже замечательные покупочки, потом расскажу вам, где я это обязательно приобрела. И ждать, когда моя масочка впитается. И вот насколько она впитается, настолько, значит, моя кожа была обезвожена и нуждалась в питании. Та самая зона, которую быстрее всего съела средство, то есть где оно исчезло, значит, та самая зона больше всего нуждалась в увлажнении питания. Вот посмотрим, какая эта зона у меня. Уже полчаса я немножко увлеклась работой, честно говоря. И что я могу сказать? Вот вы видите, полностью впитался крем. Ну, практически полностью. То есть, конечно, лицо блестит, это видно, потому что пленочка лишнего осталась на лице. Сейчас я сотру детскими салфеточками, совершенно обычными влажными салфеточками. Алоэ Вера, без спирта, и они гипоаллергенные, поэтому использую детские. Ощущения были приятные, не было никакого зуда, никакого раздражения. В принципе, мне нравятся эти ощущения. Очень часто бывают такие неприятные ощущения от различных продуктов. Кожа чувствительна, поэтому для меня это очень хороший показатель, я считаю. Но под глазами лишнее стирать не будем, потому что крем здесь вот совершенно впитался под глаза. Так, ну и я воспользуюсь вот таким вот мистом. Раньше здесь был фреш лук. Дорогая очень косметика. И сейчас я делаю сама подобные мисты, где увидите такие видео на моем канале. Чтобы совсем ровно разнести вот оставшийся слой, я делаю несколько пшиков буквально на кожу мистом, да, и разношу остаточки по коже, оставляя их впитываться. И на ручки. Соответственно, мое ощущение приятное. Действительно, кремы хорошие. Действительно, я делаю вывод, что их можно наносить на чувствительную кожу. Что ж, я считаю, мои покупки очень выгодны. Вы еще, может быть, успеете, если зайдете в магазин «Подружка» до конца июля. Сейчас минут через еще 15-20, когда подпитаются остаточки. Я буду готова к нанесению макияжа. Всем хорошего дня. Мне пора заниматься делами. Спасибо, что были со мной. Обязательно подписывайтесь на новые видео. Все подсказки, описание средств также я оставляю в инфобоксе. Подсказки наверху, над этим роликом, под восклицательным знаком. Спасибо, что были со мной. И будьте благодарны за все, что имеете. Пока!